Всем привет! Прогноз на матч Оренбург-Скай. Это матч за то, чтобы выйти, либо же остаться в РФПЛ. Первый матч завершился со счетом 0-0. Я делал спонтанные такие прогнозы в своем паблике, они на канале. По вот этих двух матчей они, кстати, прошли. Первая игра я ставил там X2 на Оренбург, плюс Total меньше 3-5, и ставка уверенно зашла. Здесь у меня сразу три ставки, однако они все достаточно однотипные. Первая ставка это Фора Оренбург минус 1 за 2-0-5. Вторая ставка это Сухая Победа Оренбурга за 2-0-5. И третья ставка, мне кажется, возможно, даже более надежная. Это Победа Оренбурга плюс Total меньше 3-5 за 1-91. Объясню, почему Оренбург должен победить, почему он фаворит. Вообще, первый матч я, к сожалению, не посмотрел. Все-таки не смог заставить себя посмотреть эту игру. Он, кстати, спрогнозировал, что она завершится со счетом 0-0 также у себя в паблике. Поэтому, кстати, подписывайтесь на него. Там будут прогнозы, которые не появляются на моем YouTube-канале. Так вот, в первой игре, судя по статистике, по отзывам, примерно равна была игра. Однако Оренбург все-таки владел небольшой инициативой. Это с учетом того, что игра проходила в Хабаровске. И с учетом того, что Оренбург, в течение футболисты этой команды, которые, скорее всего, останутся в Премьер-лиге, достаточно длительную поездку совершили. Все-таки Хабаровск очень далеко находится. Также здесь важно учитывать, что Оренбург, в принципе, в РФПЛ достаточно плохо играл на выездах. Всего лишь 7 очков в гостевых матчах он набрал. 10 поражений было в 15 гостевых матчах. То есть, сами видим, что статистика удручающая. Что касается домашних игр, то у Оренбурга дома как раз-таки все в порядке. Команда набрала 23 очка, одержала целых 6 побед для команды, которая находится в нижней части турнира таблицы. Это очень хорошо. И более того, скажу, что Оренбург набрал достаточное количество очков дома. Искал 23. Даже если смотреть на другие команды, гораздо более сильные, то, например, Локомотив у себя дома набрал 19 очков. Рубин 22, Оренбург 23. И здесь важно понимать, что Оренбург и в последних играх, в принципе, играл достаточно неплохо у себя дома. 2-0 победили у Ростова, 1-0 у Краснодара. Сейчас машина проедет. Терек 2-1, Арсенал Пульский, который тоже в таких матчах играет. 3-0 у себя Оренбург победил. Ну и Томми 3-1. Томми еще в первом круге, когда команда не была настолько слаба, как и во втором круге. Поэтому здесь мы видим, что часто проходил даже форум минус полтора. Почему я минус один ставлю? Потому что Оренбургу грех будет удерживать счет минимальный. Я думаю, что Оренбург выиграет примерно со счетом 2-0. И поэтому минус один, я думаю, можно поставить минимальный, что мы здесь получим. На мой взгляд, опять же, да, это возврат. Но и уверен практически, что СКА не сможет забить. Поэтому сухая победа за тот же коэффициент 2-0-5. В принципе, даже видим, что ни Ростов, ни Краснодар, ни Тула не смогла забить Оренбург. Здесь очень опасно пропускать дома мячи, потому что если Оренбург пропустит, то придется забивать уже 2 гола. Счет 1-1 устроит СКА. Поэтому, я думаю, Оренбург постарается играть организованно у себя в защите. Да и СКА не такая команда, которая способна забивать много голов в гостях. Ну и Total меньше 3-5 тоже поэтому здесь должно проходить. В общем, это были мои три ставки. Еще раз назову. Победа Оренбурга с форумом минус один за 2-0-5. За такой же коэффициент сухая победа Оренбурга. И также прогноз P1. Оренбург плюс Total меньше 3-5 за 1-1-1-1-1. Лучше выбирать одну, максимум две ставки, потому что они примерно одинаковые, однотипные. Кому понравился прогноз, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И переходите в мой паблик, потому что там я также специальный экспресс создан на эти два матча. И, кстати, прогноз на второй матч. Арсенал против Енисея. Также обязательно посмотрите это видео. Я тоже выложу на своем YouTube-канале. Всем успехов и увидимся!